Сегодня на уборку территории школы номер 40 вышли ученики, их родители и учителя. Цель активистов не просто собрать мусор, а разделить его по группам – бумага, пластик и стекло. Часть отходов будет утилизирована с помощью специальной установки «Форсаж». Школа номер 40 известна в городе не только успехами в робототехнике, но и своей экологической направленностью. Не так давно ребята стали собирать использованные батарейки. А вчера вечером после уроков вышли убирать территорию родной 40-й. Сделать это решили по всем правилам. Активисты городского движения «Экоангарск» дали ребятам на путстве, как правильно собирать мусор и, главное, как утилизировать. В прошлую пятницу мы установили контейнер для сбора использованных бытовых элементов питания в 40-й школе. И когда я проходил здесь по территории, я заметил, что здесь достаточно много мусора. И поэтому пришла идея организовать данный субботник. Мы поговорили с администрацией школы, и она пошла к нам навстречу. Вооружившись перчатками, мешками и разбившись по группам, старшеклассники за полчаса управили с мусором в Березовой роще. Но уборку, говорят, ребята пошли сами, заставлять никого не пришлось. Потому что такие акции делают одноклассников дружнее. Ну, это территория нашей родной школы, мы должны следить за ней. Не должно быть тут мусора. Каждый аргачанин, мне кажется, должен ухаживать за городом. А кто, если не мы, это сделает? Самым необычным моментом вечернего субботника стала утилизация собранного мусора в пойме реки Китой. Для этого использовали уникальную установку «Форсаж». Агрегат уничтожает такие отходы, как бумага и пластик, и совсем не вердит окружающей среде. Яна Попова, Владимир Селиванов, Местное время.